следующий заказ девочки но не могла не показать вот эти чудо джинсы посмотрите сколько уже было вмешательство сколько было латочек сделано я в шоке джинсы конечно дорогие потому что я вижу по обработке сам покажу другую сторону медали снова будете писать него им и бы выкинуть уже давно пора девочки согласна до выкинуть давно пора вот видите тоже ладка на ладке ладка на ладке и вот мое задание видите снова разрыв снова я должна вмешиваться и чинить видите какое чудо джинсы под приступаем показываю с лицевой стороны как выглядит вот эти вот штупанья но я считаю что это не хорошо сделано не ткань не подобрана и я не понимаю почему такое расстояние они увеличили между разрывами здесь явно можно было немножечко замкнуть потому что я не считаю что был вырван кусок ткани было замкнуть зачем такое расстояние было делать в общем не снова девочки чем это испорчено это явно испорчено эти еще ладочки нормально сойдет не знаю так переходим к этой большой дырки большому разрыву значит что я здесь буду делать первоначально вы видите что здесь не осталось до ткани за которую можно было зацепиться в области кармана значит я буду раскрывать сейчас карман открывать карман затем буду все проклеивать накладывать кусочки и уплотнили это место а дальше уже буду закрывать закрывать можешь быть по цвет подберу тоже такую нитку светло-коричневую и также буду вот делать строчки вот такие и все так буду работать с изнаночной стороны выложила и максимально соприкасая края разрывов подобрала я вот такую тканюшку очень мягкая джинсовая ткань чтоб не было лишнего уплотнения и вот такая у меня есть лента двухсторонняя нанесенная клеем значит я буду сейчас вот так накладывать вот так вот накладывать на разрывы и подрежу вот эту ткань дополнительную и сразу же наложу сверху и утюжком приклею изначально показываю как я подкроила дополнительный кусочек джинса одним полотном я хочу захватить несколько разрывов то есть смотрите здесь разрыв здесь разрыв здесь разрыв и здесь начинается то есть одним полотном я захватываю всю эту область теперь накладываю клеевую ленточку которая с двух сторон имеет клей вот так чтобы не было никаких смещений так теперь накрываю опа опа америка европа все теперь можно приутюживать приклеивать вот так до конца ребятки показываю с литьевой стороны вот так все замкнулась ниточки яйца не буду наверно обрезать а может быть обрежу да так лучше будет наверное обрежу здесь эти я ставлю все отлично замкнулась здесь тоже и вот до этих пор я буду делать затем я снова отрежу небольшой кусочек ткани и продолжу эту линию закрываю следующую дырочку замкнула подставила кусочек клеевой ленты и накрываю девочки конечно лучше с изнанки выворачивать вот так а не так как я сделала здесь но у меня не выкладывался этот кусочек ткани чтобы изнаночная сторона смотрела как говорится внешне поэтому мне пришлось сделать вот так таким способом но я думаю ничего страшного для этих джинс ничего уже страшного нет и так так же лицо смотрит на меня уже делаю так чтобы была единая картина чтоб меньше было беспорядка все и утюжком приклеиваю приклеили немножечко смотрим как получилось с лицевой стороны если что-то пошло не так можно откорректировать потому что я долго не выстраивала утюгом клей ну вот здесь можно чуть-чуть замкнуть замкнуть немножечко еще а теперь можно идти на машинку и начинать штопочку выложила я уже джинсики и что я решила я решила не делать вот такую видимую строчку а я решила подобрать нитку именно в цвет джинс и сделать невидимую штопочку и так будем начинают ребята вы видите я выложила по направлению утка чтобы мои строчки шли по направлению утка все и начинаю проходить проходить самую главную линию это линия 1 так закрыла я основные большие разрывы теперь я прострачиваю вокруг обтачку закрепляю строчкой остались здесь маленькие дырочки тем же методом тем же макаром ребята вот так получилось теперь я иду при утюжу а затем буду уже пристрачивать кармашек обратно на место так завершающий этап я делаю отделочную строчку подобрала ниточки коричневенькие два раза я сложила нитку чтобы отделочная строчка была приближена оригинальной и так строчу так вот я закончила все справилась с этой работкой иду немножечко про утюжи покажу вам общий план показываю проделанную работу уже на столе вот ребятки смотрите вот так получилось здесь был разрыв здесь был разрыв здесь был разрыв здесь был разрыв здесь вот смотрите работа предыдущих мастеров как они справились этой работой и моя работа пишите оставляйте комментарии как на ваш взгляд это легкий ремонт тяжелый ремонт сможете ли вы справиться или вы уже справляетесь может вы мне подскажете другие какие-нибудь методики технологии в общем я жду от вас комментариев всем хорошего и до новых видео всем пока